Непецный утешитель души истины, И жизнь из детства и вся исполняя Сокровище благих, и жизни подателю Приидели все лицевны, и очистины От всякие скрены, и спасти блажен души наши Отец наш небесный, Господь наш Творец Молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа Благослови наши занятия Не даруй Господи нам отходить от слов Твоих святых Для того, чтобы спасти души наши Словам лукавым, прелюбодением Даруй Господи всегда пребывать с Тобой С Твоей силой, с Твоим разумом, премудрость Святой Ибо без Тя мы не можем творить ничего, Господи Ты наш путь и стена жизни Тебе слава за все, Отец и Дух Святой Аминь Продолжаем занятия наши Четвертая глава Евангелия от Матфея С 11 стиха Тогда оставляет его дьявол И все ангелы приступили и служили ему Толкование блаженых и филактов Господь победил три искушения Пресыщение, тщеславие и любостяжание Это главные страстей Следовательно, кто победил их, тот тем удобнее преодолеет прочее Посему и ангелы служили ему Дабы мы знали, что и нам после победы Готовы будут служить ангелы Так как Христос все сие творил И показывал для нас Потому что ему, как Богу, ангелы служат всегда Мы видим, что ангелы служат Христу Служат нам ангелы или нет? Зададим мы вопрос Служат Без ангелов мы не шагом и шагом Да, ангелы людям служат Это совершенно верно Тем более нам, как крещеным людям И теперь мы почитаем И здесь О том, как Христос был Как Христос Так, и так А это третья глава я хочу прочитать Ой, из третьего тома Ну я понимаю, а я страшно Какая страница в третьем томе У меня тоже принесло А, у вас тоже третий том? Ну, да Так, страница 342 35 стиха Первой главы А утром встал весьма рано Вышел и удалился в пустынное место И там молился А, нет, это не то, подождите Немножко не то Первая глава Так, все Здесь мы уже прочитали Нету тут ничего Не, ну есть тут вот Про искушение Мы как бы сюда обращались Почему искушение Последовало в скоре Закрещение Вопросы То есть вот Как бы Мы об этом проходили в начале Но это как бы закрепление Того же материала Который вот уже Мы прошли два занятия Об искушениях Господних Какова связь Зачем Христу Надлежало быть искушенным И вот мои места писания Первая Петра Четвертая глава Двенадцатый стих Возлюбленные Огненного искушения Для испытания Вам посылаем Не чуждайтесь Как приключение Для вас странного То есть Мы теперь подтверждаем Места писания То что Христос Показал примером Мы теперь расширяем Подтверждаем Места писания Для чего? Потому что это пример Это для нас Что будут испытания Проходить Вот сейчас Люди проходят Испытания в Донецке Огненное испытание Я прихожу Продвиживаю испытания А у нас А у нас тоже есть испытания Но они не огненные Огненное испытание Это когда Человек стоит На грани Вот его Вера Или ты Останешься верующим Или нет Вот психика Вот на такой грани стоит И нужно остаться верующим Как сказано Говорит Как змей Говорит Будьте мудры Как змеи И просты Как голуби И толкование дается Почему Как змеи Потому что змея Первым делом Прячет голову Между камней Потом там Ей рубанут хвост Он у нее отрастет Дальше А голова уже не отрастет Змея это знает Так и вера наша В первую очередь Мы должны сохранить Веру свою Что для этого Сделать чтобы Сохранить веру Христос показывает Что в искушениях В этих Когда нам нужно Сохранить веру Мы должны показать Что Не знание Писания А веру в Бога Через Слово Божье Как веру в Бога Через Слово Божье Ее невозможно Просто ходить И там всем Твердить А я то верую в Бога Вы знаете Я верую в Бога Не так показывается Вера в Бога И не тогда Когда тебя спросят Ну ты верующий Ну крещеная Че еще Ну вон видишь Прошу сейчас пойду Три раза погружаться Че воды пришла Я набрать Че верующая Да Че ты меня спрашиваешь А дальше вопрос А как вы относитесь К вечной жизни Как дурочки какие-то Или придурки Смеются Вечная жизнь Ну там еще душа Кто-то скажет Ну душа там где-то Летать будет А какая вечная жизнь А мне не нужна Вечная жизнь Ответы все Как один Мне не нужна Вечная жизнь Там ее нет Говорят И тогда мы говорим О чем О чем мы тут говорим Спорим Друг с другом У нас в общем Споры Вот Нарижа Васильевна Затеяла В тот раз Там познакомилась С каким-то таксистом Он верующий Верующий Я говорю Как он сказал Что он верующий Я его спросил Ты верующий Он сказал Да я крещеный Ну все Это значит Неверующий человек Потому что он крестился Не троекратным погружением А вот вы не угадали Не угадали Че не угадали А его старобрядцы крестили Ну значит проклятие На старобрядцев падет За то что крестили Оставили пацана Погибать Дальше надо было с ним идти Трудиться Работать Да Даже погрузили его Ну и что А дальше-то ничего не сказали Слово Божьего не знает Не живет по Слову Божьему Как можно человека Назвать верующим Даже вот мы сейчас Объять обращаемся К словам здесь Христа И ангелы служили ему Ну вы можете Сейчас с точностью сказать Что ангелы служили Вот там людям Которые шли к этой купели День крещения Погружаться шли Воду там черпать они шли Кто скажет со 100% уверенностью Что там Там было ангельское нашествие Ангельское бесовское Но я согласен Да Там все было ими облеплено Они только единственное Думали Почему такой лед-то Толстый в этом году Господь сделал Мы бы сейчас его проломили Тут чтобы побольше Их там покувыркалось В этой проруби Они только одно думали Как бы затащить Кого под воду Тогда утопить Но это и не надо им было Они и радовались тому Что люди в этой очереди Стояли вот с такими глазами И некоторым Когда мы ходили Евангелие давали Они Евангелие даже не брали Почему? Им нужно было попасть Вот туда попасть Вот попали они Потом Нырнули А потом Все Мы грехи смыли Вот это задумка И что там Ангелы что ли помогают Скажите мне На милость Или архиерей Который стоит Вот по телевизору Выступает Его спрашивают А вот там люди Крещения Да Там многие пойдут Будут погружаться Это просто обряд Благочестивый Там нету никакого Таинства Люди там Никак от грехов Не очистятся Стоит таким Спокойным голоском Архиерей Сергий Говорит Да ты что таким Спокойным голоском Ты говоришь Ты почему это там По радио то не сказал Когда вы там На льду то стояли Такой толпой Огромной массой Почему всех людей То не оповестить Там Которые пришли А по телевидению Здесь вот Журналисту Легким таким Ненавязчивым Голосом Рассказывает Он же архиерей Он не кричит Не биться Не это Правда и жену У него Мы же о многом Тут поговорить Ну это ладно Стоит таким Спокойным голоском Какое спокойствие Сейчас может быть Кругом Одни слезы Что у нас У нас впереди Донецк У нас впереди Хуже Донецка будет Еще Там хоть изредка Летят И летят Эти ракеты И кое какие А у нас будут Такие ракеты Воронка С полгорода Будет Господь же Чем дальше Тем больше Тем огнести Искушения Будет посылать На всех И нам надо Готовиться к этому Просто готовиться Приготовиться Сохранить свою веру Вот Чем мы сейчас Занимаемся Мы учимся Слову Божьему Чтобы потом Вот в этот Самый Онный Час и день Когда настанет Мы вспомнили Слова Господа И сказали Написано И вот тут бы Мы победили Сатану Сейчас пока Мы только Приготавливаемся Сейчас нас Ангелы с вами Хранят Почему Мы изучаем Слово Божье Нас хранят Ангелы Мы идем В правде и истины Мы знаем Что крещение Было с Господом А Иоанн Не крестился Он был Простой человек Притом Нам пример Показал Ио Что надо делать В искушении Он показал Свою Именно Твердую веру Уплывание на Господа Что он Не похвалил Бога Ничего Вот как Сохранить веру Именно в этом Отношение Есть Чтобы ты не Возраптал Во время Искушение Угненное Не сказал За что мне Да почему Мне Абраму Какое искушение Вот там Перечислять Да Ну вспоминаем Иофф Я считаю Это вообще Если разбирать Иофф Он намного Больше сделал Даже Для людей Для примера Чем Просто показал Как в испытаниях Вести Больше того Он же Не был Новозаветным Человеком Он же Ветхозаветный Пророк И праведник Это Мои Кост Итак Продолжим Дальше Дальше И искушаемым Помочь Зачем Христу Надлежало Быть Искушенным Чтобы Можно Чтобы Все Претерпев Быть Примером Для нас Помочь Искушаемым Нам Помогать То есть Он Он Даже Не просто То Что Мы Сами Взяли Слово Божие И Рассматриваем Нет Христос Помогает Нам Сила Его Нам Помогает Благодать Его Благословение Его Помогает Нам Сами того Не ведая Не зная Иногда Мы не понимаем Но оно Именно Так Есть Почему Потому что Христос Для этого И пришел Чтобы Пострадать За Нас Когда Мы Будучи Еще Грешниками Не Познали Милость Божия Что Можем Спастись Можем Иметь Жизнь Вечную И Время 4 Глава 15 И Мы Имеем Не Такого Того Священника Который Не Может Сострадать Нам В Немощах Наших Но Который Подобно Нам Искушен Во всем Кроме Греха Это Самое Важное То есть Вспоминая Христа Мы сразу Понимаем Что Мы Касаемся Святости И Чистоты И Эта Святость И Чистота Приходит К нам Чтобы Нам Облегчить Наши Страдания Испытания Чтобы Мы Через Эти Испытания Страдания Почувствовали Всю Любовь Божью Всю Святость И Праведность Этой Жизни Если Мы Так Говорим Нам Нужна Вечная Жизнь Мы Желаем Ее Потому Что Сам Господь Наш Пострадал Для Нас И Поэтому Мы Никогда Не Подведем Тебя Господи Мы Будем Всегда С тобой Всегда Будем Служить Тебе Прославлять Имя Святое В Народах В Великих Собраниях Везде Вот То Что Делают Люди Они Не Прославляют Имя Христово Они Его Хулят На Иордане На Этой Эти Банки Гремят И так Далее Бутыли Такие Набирают Кого Спроси Зачем Это В лес И Под Рова Чтобы Не Болеть Там Ребеночек Желотики Мазать Все Только Не Для Того Чтобы Спасти Свою Душу Это Еще Одна Из Одних Костряков Еще Одна Из Одних Подпорочек Которая Есть У Человека Вы знаете Пытается Человек Себе Взять Чтобы Заглушить Эту Зияющую Рану От Незнания Писания Слова Божьего И Поглядите Сколько Проходим Сколько Людей Говорят У нас Есть Библия Да У нас Все Это Есть А Читаете Ну Тут Уж Извините А Кто Говорит Читаете Начинает С ним Разговаривать Для чего Мы это Делаем Для того Чтоб Человеку Показать Что Чтение Чтению Розен Есть Такая Поговорка Имел Мних Книгу А в ней Не видим То что Надо Да А в ней Фига Много Имел Мних Много Книг И не знал Что В них Мних Это Монах Старославянский Дальше Еще 5 Евреям 5 глава 8 стих Хотя Он и Сын Однако Страданиями Навык Навык Послушания То есть Привык Приобщился С удовольствием Это делал И Опытность Его Помогла Ему Это Как бы Вторая Вторая Сущность Его стала Послушание Господу И теперь Он может Господь Сказать Сын Божий Иисус Христос Сказать Я и Отец Одно Говорит он Вот что Отец Творит То и я Творю Не найдете Ничего Другого В моих Деяниях Только Те Такие же Как творил Отец Мой Начали смотреть А что там Отец Творил Ну да Действительно И Господь Когда сказали А вот Там есть Кое что Что не так Как бы У тебя Про убийство Про клятвы Он говорит Да Что сказано Древними Помните Не убей О вспомнили Правда не убей Там сказано А я Говорю вам Что даже Помыслить Что ты ненавидишь Брата своего Нельзя Ты уже Находишься Как человека Убийца Под клятвы Господни Самого Господа Уже в аду Горишь Наверное невозможно Спастись В таких мыслях Ну а вот Надо их иметь Вот как бы Никто ни было Невозможно Господь Говорит дальше Невозможно Человеком Возможно Богу Ты как Человек Это внишь Да Но Во Христа Крестившийся Во Христа Облекся Раз ты Во Христа Облекся То Значит Ты можешь Апостол Павел Еще так сказал Говорит Все могу В укрепляющем Меня Иисусе Христе Господи Что для этого Нужно Чтобы ты стал Другим Вот Вот вопрос Из вопросов Но к сожалению Его никто не задает Человек даже Помыслить не может Что ему надо Измениться И стать другим Эта мысль Его сразу убивает Она Его разум Поворачивает Он сразу Видать Мгновенно Как-то все перекрывается Он понимает Нет-нет-нет Это как так Это невозможно Это я сейчас Оторвусь от того От того От того Это же ничего Нельзя мне делать Ну конечно нельзя И человек Чуть-чуть Как бы Приоткрывается Свет Он сразу Захлапывает Нет-нет-нет Я боюсь Я не могу На этот свет Смотреть Он очень светлый Он вообще Непонятный Для меня Ну конечно Ты жил Все время Во тьме И вдруг Раз и свет Сразу Это Какая психика Выдержит Никакая Сказали мы сейчас Никакая Не выдержит Поэтому курить Надо бросать Постепенно Вот ты куришь Четыре пачки Бросай потихонечку По пол сигаретки В месяц И глядишь Так и сдохнешь Ты курящим Все равно Но вот так И как раз Никак не делается Открывается сразу И все Господь так делает Любя нас Он сразу открывает И никакая твоя психика Не рушится Ты спокойно Бросаешь курить Пить Блудить Материться Прекращаешь Читать Всякую Ересь Блевотину Эту Начинаешь жить Святой жизнью Слово Божие Для тебя Становится Неотъемлемой Жизнью твоей Дыханием твоим Питанием твоим И тогда слова Уже Не хлебом единым Жив человек Но каждым словом Исходящим Из зуба Божиих Они уже Не просто звучат Для тебя Как карканье вороны Потому что люди Смеются над такими словами А что ты духом святым Будешь питаться Да Нужно отвечать Если ты верующий Да Духом святым Я питаюсь И пускай они Тогда уже Тебе вопросы задают А как же хлеб Ты что хлеб не ешь А кто тебе сказал Что хлеб Не надо есть Тут написано Не хлебом Только насущным Жив человек Но всяким словом Исходящим из зуба Божиих Ты сколько раз Прочитал Библию Нисколько Ну и все Ты вообще не понимаешь Что такое питание Ты только ешь 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 Желудком А душа твоя Не напитана Она жаждет Она рвется Через тебя А ты вот Эту душу Опять давишь Совесть свою Сжигаешь Постоянно Тем что делаешь То что не угодно Богу Не только делаешь А с удовольствием Это делаешь Чавкая Лезешь со стол Как свинья А сейчас масло Растительное Не разрешается Вопрос Задайте нормальный Что такое Сейчас не разрешается Растительное масло Сегодня дню Вот именно Прямо сейчас Или вот сегодня Рыбу можно В среду В пятницу Сегодня рыбу Даже можно Не ну какую среду А пятницу опять же Ну что за вопросы Вы задаете Столько лет В общине Надо конкретней Задавать Сегодня можно Если Или нет Или там допустим Великий пост Как можно есть Или нет А то Сейчас Можно есть Или нет Как понять Сейчас слово Я не имею ввиду Богатый русский язык Это слово Сейчас оно Среда пятницы Они разные бывают Вы смотрите Что в календаре А там написано Если в календаре Так я бы вас И спрашивать не стала Но сегодня Вот по календарю Даже по монастырскому Рыба Разбешена А что там дальше Вот у Володи Спросите Он скажет Нельзя У него Что не спортишь У них никогда Там нельзя Натик Ты без рыбы Ты без рыбы Так говорится И загнешься А масло Да масло Почти всегда Можно Это уж Если в масло Нельзя То Что-то Совсем Строгая Так у вас же Гипертония Какая-нибудь У батюшки Давно надо было Уже пославление Выпросить Или чего Нету Гипертонии даже Ну что же Дожили до таких лет И без гипертонии Молодец Сестра У меня Мама уже сказала Ей уже Патриарх Лично Разрешил рыбу Во все дни Великого поста И в купе И всей России Он уже разрешил Почему Вовремя слушать Надо речи патриарха Мама всегда Их слушает Почему Потому что Там он очень много Делает Он же Великий души человек Он один Как 78 Саморов Православных Вселенских Причем Решает Такие проблемы Святые отцы Не могли решить Сказали Что есть Великий пост Патриарх Всеря Руси Одним Росерком Языка Вот так вот Блотнул Вся Россия Может есть Весь Великий пост И мама уже А вы вот строгие Такие У вас все строго У вас неправильно Вот нашу Патриаршеньку Любимого Слушайте Патриарх Скажет Всем идти Воевать Всем отдать Своих детей На войну Всем как одно Защитить Эту Родину Нашу православную И все пойдут Все отдадут Все Погибнут Как один За власть Попетов А потом будут Продвинуть В борьбе за это А где это За власть За власть Синода А потом будут Вовить На Господа Роптать Почему Мой сын Да А где Бог был Когда его убивали Когда там резали Где Бог был А где ты была Когда слушала Священника Который Патриарха Который говорил Не по Библии Не словами Христа Христос сказал Не убей Искушение прошел Для кого он проходил Искушение А я не знал Что он проходил Искушение Вот тебе И здрасте Вот теперь Невежество твое Поставило перед тебя Перед твоей тьмой У которой внутри тебя И эта тьма Оказалась страшнее Ада Ты убила Сына своего Просто так И отправила его В ад А попутно И всех других Потому что Он может быть Был примером Для еще Для многих Так Продолжим Из этого Видно Что само Искушение Когда его Преодолеваешь Еще не есть Грех Или несчастье Когда начинается Грех Якова 1.15 Похоть же Зачап Рождает Грех А сделанный Грех Рождает Смерть На каждое Могу дополнить Господь говорит Всякий смотрящий На женщину С вожделением Уже пролюбодействовал В сердце своем То есть с желанием То есть ты уже пожелал Ты уже согрешил Ну похоть это желание Да Похоть это желание Совершенно Верно Желание На каждое искушение Следует смело смотреть Как на случай Для одержания Славной победы Как на барьер Для скаковой Лошади Или Как на встречную Волну Для корабля Можно всегда Побеждать Это не вопрос Просто идет утверждение Можно всегда Побеждать И вот как Что говорится 1 Коринфянам 10 глава 13 стих Вас постигло Пол месяца Уже не так Бомбят Уже передохнули Уже люди из подвала Вылезли Говорят И вдруг Опять новое Испытание Опять вдруг Раз начинают бомбить Опять центр Начинает бомбить И люди Говорят В программах И люди Говорят Опять ушли В подвалы Уже Первую ночь Будем ночевать С тех пор Как И опять беженцы Бегут в Россию И опять побежали Сейчас уже Да И уже говорят Уже не знаем Даже когда будет конец Уже устаем Устают Но однако Одеваются Хорошо Машины там У них ездят То есть люди Продолжают жить Представляете А что такое Огненное искушение Христос сидит В пустыне На него С ним борется Сатана Пытается победить его И Христос Ничего не имеет В этой пустыне Нету ни дома Никола Ни двора Не двора Все под открытым солнцем Ну тенек там может где-то Ни еды Ни питья нету Как ему служат ангелы Мы привыкли Ангелы служат Что там такое Они колбасу что ли Вот такими палками Тебя батонами в рот пихают Да конечно нет Духовно служат А духовно это что такое Это Господь настраивается На то Как идти к этим людям Он то знает этих людей И он настраивается Вот наверное Какие он Что как Благовестовал У него все это проходило Перед ним Ангелы как-то Что они помогали ему Ну они были Может быть как его Соучастниками Вот в его Вот этих испытаниях Являлись Он может быть им Говорил что-то Ну скорее всего беседовали Но представьте Когда нету никого Могу брат Привести Как ангелы Служат для Господа Да Ирод Ирод Когда распал Чревато Когда люди Начали его Воспалять О как Бог И так далее Говорит как Бог И ангел Его тут же поразил То есть опять же По воле Господней Господь попустил И все Какая глава Восьмая Где они Ближе Четвертая Четвертая глава Да Ну где туда Четвертая глава И Конец Там в конце главы Ну Не говорится об этом Ну написано Ангелы служили Господу Ангелы То есть все духовное Все что есть духовного Что такое духовное Духовное Это святое То что Господь дал Для спасения Человека Духовное Больше Не для чего Я не понимаю Для чего Ангелы нужны Зачем Иисус Христос пришел Для чего Ну если в словах Сказано Чтобы дать вечную Жизнь тем Кто уверует в него Неужели непонятно Для чего А через что Дается вечная жизнь Христос говорит Слово которое я дал вам Оно будет судить вас Значит вот Вот это слово Вот Святая Библия Вот это слово Оно является Жизнью человека Через святое Слово Происходит наполнение Души человеческой Только через него Никак там Никакая водичка Никакие погружения Никакие умствования Не приведут Там измышления твои Не приведут тебя К вечной жизни И более того Мы видим Когда с людьми Разговариваем о вечной жизни Даже Люди Такие вопросы Себе не ставят А если ставят То из лукавства Если ты их спросишь А там А вы вечно хотите жить Некоторые По лукавству Сумо говорят Да я хочу вечно жить Ну давайте Поговорим с вами Как вы хотите вечно жить И когда Начинаешь задавать вопросы Он не то что Вечно жить не хочет Он даже свято Еще одну минуту В жизни не прожил Не хочет То есть он просто Тебя передразнивает И все Это смехачи такие есть Если знать его сразу Можно бросить с ним Разговаривать И вообще не говорить Потому что И так понятно Но Бывает Что говоришь До конца уже Не знаю Как грех что ли Какой-то Может берешь на себя Ну или другим людям Показать может Чтобы они видели Какие есть А люди Еще Даже Над нами Подтрунивают Говорят что Да чего они там Даже Даже священники Это разве Мы и так сами можем Как они там Ходят благовествуют Ходят там Книжечки Евангелия Раздают Что там так Не благовествовать А что нужно делать Ты Во-первых Достань это Евангелие Это раз Во-вторых Ты найди людей Где Которые будут брать Это Евангелие У тебя И в-треть Ты должен Выбрать время Какое-то Большое Ты должен Транспорт Где-то подобрать Это все Тоже средства Не только Во времени Но и деньги И должен Выйти к людям К этим ты И не просто Так стоять Понятно Это люди уже Тоже по зависти Говорят так И этот священник Тоже скорее всего Потому что Нам то задают вопросы И мы на них отвечаем Может что-то там Не слышно И так далее Но видно же Что мы разговариваем Беседуем с людьми Стоим Что же мы Просто так с ними Расспрашиваем Есть там у них Свекровка Или заловка Что ли Как люди любят Рассуждать Встретятся И в церкви Давай там Ну как твой-то Ай Май Да-да Хорошо Все А моя-то Невеска Вот какая Прям в церкви Стоят Разговаривают Литургия идет Бабки там Все сидят Судачат Только от своих Заловках И там Какие внуки Плохие у них И внучки Правнучки Ни о чем Больше нету Речи Духовного нету Ни на грош Итак Можно Всегда побеждать Ефесянам 6 глава 10-18 стихи И Римлянам 8 глава 37 стих Прочтем Но все сие Преодолеваем Силою Возлюбившего Нас Кто сам Не побеждает В искушениях Тот и другим Не может Помочь Тонкость Этих Искушений Тонкость Искушений В чем Состоит В том Что Сатана Подходит Со словом Божьим Со словом Божьим Подходит Потом Подходит Еще С обольщением Подходит И вообще Как друг Подходит Он Как брат Даже Я тебе вообще Все отдам Показал Поставил Показал Ему Все царства Призрач Написано В мгновение Времени Там Великолепие Все Всю славу Этих царств Показал Гляд Все твое Будет Ты так Не полюбился Ты такой Это в житиях Святых Часто тоже И маленьких Детей И женщин И мужчин И стариков И взять этого Елеазара В книгах Маковейских Учителя Он уже старый Ему за 80 лет И говорит Да ты только Возьми Ну кусок Возьми даже Баранины Ну брось Только туда В то место И все Ты же не согрешишь Баранина Главное Чтобы увидели И он говорит Я понимаю Что вы хотите Сделать Могу ли я Быть предателем Господа В моих Старческих Летах И эта молодежь Которую я учил Увидит Пример Мой Он сразу Раскусил Сатану И Христос Тоже Сразу Раскусил Поэтому Поэтому Везде Он отвечал В местами Писания Написано Написано А почему Он так отвечал Да Христос Сам Слово Ему было Не просто Приятно Отвечать Или Он по другому Не жил Он Сущность Это его Сущность Сущность Слова И он теперь Нам показывает Пример Как нам Отвечать Как нам Нужно жить Чтобы мы В любой момент Когда к нам Обращались Отвечали бы По Слову Божьему Или Подстраиваясь Под Слово Божие Ну вот как Ты проводил Пример С Патриархом Патриарх Идите Типа Защите Родину Убивайте А я говорю Вам Любите Ворогов Ваши Христос А вас Должно Случиться Написано И вы сразу Патриарху Смело Можете отвечать Он по телевизору Выступает Вы смело Ответьте Нет Вот где только Можно Я буду говорить Не это Я буду людей Призывать К миру Чтобы они не убивали Себе подобных Чтобы слово Смерть Оно Звучало только В контексте Уже Побежденного Греха Но ни в коем случае И как говорит Апостол Павел Нашим брать не против Крови и плоти Но против Сил злобы Поднебесных Даже показал Где они А люди думают Небо Чистое небо Дети Рисуют солнышко Голубые небеса Поэтому небо Носится сатана Вместе Со своими клевретами Носился Летали туда Сюда Обходили Обходил всю землю Мы видим Книги его И вот он Сатана Пришел Пришел И к Господу Подходит И Господь задает вопрос Беседует С самим Вернее С самим Господом Сатана беседует И причем Он беседует Дерзко Отвечая Всегда поперек И как Кротко отвечает Господь Какие примеры Просто для нас В этой Книге Живой Книге Духовной Святой Библии Необыкновенные Святые примеры Чтобы спасти Душу нашу Бессмертную Прельщение было Не к явному Или грубому Греху К чему Собственно Клонились Все три Искушения Римлянам Шестой Ну мы Прочитали уже К чему Это Идет Три Пресвящения Тщеславия И любостяжания Мы их все Прошли Итак Продолжим дальше Четвертая глава Двенадцатый Тринадцатый стихи Если есть вопросы Еще Об искушения Все рассказал Хорошо Ну Сходи Поводил Сходи Немножко Да Нам бы все Это Не просто Запомнить А исполнить Еще Услышав же Иисус Что Иоанн Отдан под стражу Удалился В Галилею И оставив Назарет Пришел И поселился В Капернауме Приморском В пределах Завулоновых И Нефалимовых Толкование Блаженного Феофилакта Иисус удаляется Научая нас Через это Чтобы мы Не извергали Себя в опасность Не ввергали Себя в опасности Удаляется В Галилею То есть Покатую И наклонную Страну Потому что Язычники Уклонились в грех Потому что Язычники Жили В ночи И широко Пиршество Люблистательное Ибо ходили Не тесным путем Но широким Ведущим К погибели Матфея 7 Глава 13 И 14 Стихи Сейчас прочтем О чем здесь Говорится Входите Тесными Вратами Потому что Широки Врата И простанин Путь Ведущий В погибель И многие Идут Ими Потому что Тесны Врата И узок Путь Ведущий В жизнь И немногие Находят Их Вот И теперь Блаженный Феофилакт Все Это закончили Закончили Толкование Главное Интересно Сразу тут Про Духа Святого Сказано Поселяется В Каперноме Который Значит Дом Утешения Ибо Он Сошел Чтобы Язычников Соделать Домом Утешителя 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 Утешитель Утешитель Не Утешитель Что Утехи Там От слова Утехи А утишитель Тот Который Утешает Человека Когда Горько Когда Ну понятно Да То есть Сострадание Здесь Мы Понимаем А не Утешение Ну Как Царю Небесную Утешителю Мы же Говорим Утешителю Утешителю Утешает Утешает Утешение Потеха Да Тут От слова Потеха Идет Утешитель Утешитель А Утишитель Это Другое Утешитель Ну там Все равно Через ей Пишется Утешитель Да Утешитель Надо Понимать О чем Речь Идет Ну Никогда Даже Не приходит Что это Какая-то Потеха Всегда Как Утешитель Утешает Господь Как-то Смиряет Как-то Ну Здесь Если По-русски Просто Звучание Может быть А так Мы все Понимаем О чем Идет Речь Ну Мы же Еще Это Будем Говорить С людьми Которые Вообще Ничего Не знают Поэтому Мы должны Все До конца Говорить Они Любые Вопросы Задут Помните Тараса Он Такое Задаст Что Даже На это Отвечать Нельзя Что Убить Там В голове Неверующих Людей Мы же Не знаем И тем Более Надо Объяснить Так Чтобы Было Понятно Им Сразу Чтобы Принимали Слова Христовы Давайте Прочтем Место Писания Тогда Чтобы Было Попонятнее Это Евангелие От Иоанна Когда он Говорит Как будет Посылать Утешители Пошлю Вам Это Иоанна Ну Это От Иоанна Да Сейчас Я найду Сейчас Я про Отца Вот Смотрю Вот Где это Написано Евангелие От Иоанна 16 глава 5-7 стихи Не Говорил Сего Вам Сначала Потому Что Был С вами А Теперь Дух Пославшему Меня И никто Из вас Не спрашивает Меня Куда Идешь Но От того Что Я Сказал Вам Это Печалью Исполнилось Сердце Ваше Но Я Истину Говорю Вам Лучше Для Вас Чтобы Я Пошел Ибо Если Я Не Пойду Утешитель Не Придет К вам Утешитель Не Утешитель А Утешитель Не Придет К вам А Если Пойду То Пошлю Его К вам Толкование Господь Говорит О таких Скорбях Я Не Сказывал Вам Прежде Не Потому Будто Не Знал Не Потому Что Я Был С Вами И Вы Имели Во Мне Достаточно Убежище И Вся Война Была Воздвигнута Против Меня А Вы Сами Были В Совершенной Безопасности И Так Тогда Не Нужны Были Такие Речи Предготовляющие И Предостерегающие Вас Но Теперь Отходя К Отцу Своему И Оставляя Вас Я Предуведомляю Об Этому Чтобы Вы Обезопасили Сами Себя Сколько Говорит Не Скорбите А Я Говорю Полезное Вам Вы Желаете Чтобы Я Всегда Был При Вас Но Это Бесполезно Для Вас Ибо Если Я Не Пойду Утешитель Не Придет К Вам Посему Хотя Вы Желаете Моего Присутствия Я Не Послушаюсь Вас Но Лучше Изберу Полезное Для Вас Чем Исполню Вредное Для Вас Желание Ваше Так И во Все Мы Должны Поступать Для Самих Себя И Для Ближних Придумывать Полезное А Неприятное Что У нас Сейчас Совершенно Не Делается Все Только Придумывают Как Обойти Все Заповеди Как Говорят Странно В семинаре Учатся Такое Печня К тому Как Обойти Все Заповеди Божьи Не Тому Как Соблюсти Их Как Еще Больше Может Упрощить Положение Заповедей А Как Обойти Как Теб Сказать Вот Я Разговаривал Когда Приехал Из Красноярска С этим Священником Сергием Который Семинарию Только Заканчивает Четвертый Курс Он Еще Будет Учиться Он Заушен Учится И уже С ним Разговаривал А как Вот Это Крещение А это Пожертвование У нас Написано Пожертвование Полторы Тысячи Это Пожертвование Все Нормально А что Вы Продаете Вот Здесь А Это Нет Это Не храм Храм Начинается Вот с этой Территорией А это Вот Не храм Это Ну то есть Заходишь Когда Из-за кутки Вот эти Это еще Не храм Это как бы Притвор Как бы Коридорчик Это Вы даже Внимание Обращайте А вот Наступили Там через Порожек Все Вот тут Начинается Храм Уже И Что бы ни Сказал У него Ни в одном Глазу Он даже Не моргнул Ни разу Сразу Как по шпаренному Уже Все Все Отметает Испытание Которые Крещение Или ты говоришь Либо Что он еще Не в 30-летнем Возрасте Поставляется А как же Без меня А как же Я А я тогда Кто другой Пойдет А кто другой Нету Никого Только я Один Тут остался Священники Так Читаем дальше Ну тут Много переводов Тоже Нефалим Завулон Значит Ночной Нефалим Широта В ночи Жили Ну и в Капернауме Тоже они жили Тоже в такой же То есть везде Они жили Просто Этим показывается Что Даже то что Название Переводится Как бы Приятно Широта Ночь Там еще Но все это Говорит о том Что это Чистые язычники Жили во тьме Ничего не знали О чистоте Жизни О свете Истинном Духовном 14-16 стихи Да сбудется Реченое Через пророка Исаию Который Говорит Земля Завулон На пути Приморском За Иорданом Галилея Языческая Народ Сидящий во тьме Увидел Свет Великий И сидящим В стране И тени смертной Воссиял Свет Итак Блаженный Фефилакт Называется Путем Моря Потому что Лежит На пути К морю Свет Великий Говорит Означает Евангелие И закон Был свет Но малый Тень смертная Есть грех Так как Она есть Подобие И образ Смерти Ибо Как смерть Объемлет Тело Так грех Душу Свет Воссиял Нам Ибо Мы Не искали Его Но Он Сам Воссиял Для нас И просветил Нас Сидящих Во тьме Комментарий Игнатих Большой Сейчас Брат Прочитает Включите Свет Великий Означает Евангелие Говорит Нам Блаженный Филак И На Это Слово Евангелие И Комментарий Весь Смысл Всей Истории Которая Была Между Доисторической Вечностью И После Исторической Вечностью Заключается В слове Благовестия В раю Произошло Крушение Нарушена Гармония Пала Вершина Творения Через Происки Врага Через Ложь Вошло Убийство Ибо Дьявол Есть Лжец И Человек Убийца Читаем Это В Евангелие От Иоанна Восьмой Главе Слово Четвертый Стих И Все Человечество В лице Первой Четы Адама И Евы Погрузилось Во тьму В тень Смертную Дьявол Есть Владыка Смерти Имеющий Ее силу Евреям 2.14 А Как дети Причастны Плоти И крови То И Он Также Воспринял Оны И Дабы Смертью Лишить Силы Имеющего Державу Смерти То Из Дьявола Бог Открылся Людям Как Создатель Зиждитель И Наконец Открывается Как Отец Милосердием И И Искупитель Мы Узнаем Из Библии Что У Бога Есть Определенные Свойства Неизменные И Вечные Бог Постоянен Всегда И Вовеки Он Не Может Поступить Против Своих Свойств Присущих Ему Таких Как Любовь Справедливость Божья Справедливость Требует Наказания За Грех Бог Никогда Никому Не Простил И Не Может Простить Грех Просто Так Без Наказания Иначе Он Будет Бог Изменяем И Противоречащий Своим Свойством Римлянам 6 23 Ибо Возмездие За грех Смерть А дар Божий Жизнь Вечная Во Христе Иисусе Господи Нашем Ни один Грех Ни одно Преступление Ни одно Нарушение Заповедей Божьих Никуда Бесследно Не Исчезает Евреям 13 8 Иисус Христос Вчера И Сегодня И Вовеки Тот Же Каждый Грех Должен Быть Оплачен Смертью Человечество Начиная С Адама Стало Врагом Богу Приверение Происходит Через Сына Божия Непорочного Агнца Взявшего Добровольно Себя Все Преступления Все Отступления Все Нарушения Всего Мира От Адама И До Последнего Живущего При Антихристе Иоанна 1 29 На Другой День Видит Иоанн Идущего От Нему Иисуса И говорит Вот Агнец Божий Который Берет На Себя Грех Мира Исайя 53 5 Но Он Извязлен Был За грехи Наши И мучен За беззакония Наши Наказание Мира Нашего Было На Нем И ранами Его Мы Исцелились 1 Иоанн 1 7 Кровь Иисуса Христа Сына Его Очищает нас От Всякого Греха Христос Занял Место Грешника На кресте Каждая Душа Поверившая В это Усваивает Жертву Искупителя Лично Для себя Присваивает Ее И в этом Личном Присвоении Заключена Безмерная Благодарность Искупленной Души Он Умер За Меня Он Занял Мое Место На кресте Вместо Меня Он Пошел В ад Он Мой Искупитель Он Меня Выкупил Из плена И смерти Он Ждет Меня Я Его Раб Слуга Он Весь Сладость И Любовь И все Это Я узнаю Из Евангелия Из Этой Радостной Вести Единственная Которую Можно Называть Большой Буквой Благой Она От Благого Бога От Благого Бога Сына От Благого Бога Отца От Благого Духа Святого И эту Благую Радостную Весть Нужно Нести Всем Как Самое Ценное Сокровище Об Этом Мы Должны Греметь Нашими Сердцами И Языками Громче Чем Колоколами Если Благая Весть Звучала В Храмах Сегодня Как При Апостолах Какие Слезы Сожаления И Раскаяния Вызвало Бы Это В Пастве Что Так Долго Они Находятся В Тени Смерти Из-за Отсутствия Живой Вдохновенной Проповеди Об Иисусе Сладчайшему Ну Вот Такой Проповеди Требует Господь От нас Потому Что Сам Он Все Это Прошел Так И Благовестил Ну И Могу Больше Сказать Те Кто Смотрят В Интернете Тоже Требуют От нас Уж Какой-то Сценарий Для нас Установили Надо Уже Идти Вперед Греметь Сердцами Губами Громче Звать Народ К покаянию Прям Мне Интересно Раз люди Там Смотрят Что-то Им нравится Они бы Сами Шли Да И Гремели Мы Уже Смотрели На Было Бы Интересно Тоже Это Пока Что Что-то Никто Сильно Не Громыхает А Если Громыхают То Как Из Подмышки Это Громыхание Одно То Этот Был Интера Какой-то Бил Все Стекла Православные Ну Вот Были Баптисты Они Подошли Молча Вообще Все У них Даже Визиток Не Было Я Подошел К Одному Из Них Спросил Он Говорит Мы С Южного Баптисты Пришли Они Уже Где-то Два Часа В Обед У них Было Много Евангелий Новых Заветов Новый Завет Псалтерию Маленькие Были Такие И Нормального Книжного Варианта И мы Тоже Их Раздавали У них Тоже Убрали Раздавали Ну С Нашими Визитками Уже Православными Они Не против Были То есть Они Просто Раздавали Молча Даже Ничего Не Говорят Там Какие-то Попытки Я посмотрел Думаю Что Будут Говорить Послушать Нет Они Как бы Считают Что Это Не Их Люди Стараются Проповедовать Среди Всех Так Вот И мы Тоже Должны Стараться Брать Лучшее Тоже Просто Распространяют Книжицы И У меня Даже Ни Разу Мысль Не Мелькнула А мы Так Круче Я Тоже Ну Помоги Вам Бог Я Знаю Что Это Сложно Надо Было Выйти Где-то Взять Это Купить На Свои Деньги Покупали Ну Видно Что У них Было Много Коробок Но Они Не Подготовлены Нисколько У них Даже Ни Одной Сумочки Не Было У У Нас Уже И Сумки И Рюкзаки Надо В среднем В среднем В среднем Да Может быть Чуть Больше Меньше Никак Сколько Получилось По времени Вот Мы Подошли Где-то Без Двадцати Одиннадцать Начали Распространение И Где-то В половину Четвертого Лично Мы Сели В машину Уже Уехали Вот Столько Времени И Ну В конце Народ Приходил Ну Совсем По Одному По Два Человека Шли Не Очень Густо Говорят После работы Говорят Прям Там Поток Хлынул Я В этой Сказке Не верю Только Рассказывать Могут Поток Хлынул Потом Стоишь Стоишь Там Двадцать Человек Придет Не больше Это Все-таки Не те Мероприятия Где Продают Бесплатно Водку Или Пирожки Если бы Раздавали Что-то Там Поесть То Я понимаю Хлынул Б Поток А здесь Уже Почти Что Перед Вечером Там уже Смеркалось Довольно Таким Живут Да Уже Пять часов Уже Было Один год Максим Пирожками Чай Был Чай Когда холодно Было Знали Что Будет Холодно Минус Почти Пятьдесят Было Минус Минус 46 Что-ли Было Или 48 Когда Меня Сфотографировали Я стоял Вот так Шапка И усы У меня Борода Все Вот так И Потом Меня В интернет Выставили Витя Петереву Говорит Ты видел Себя В интернете Я говорю Нет Он Показал Мне Интернет Большой Такой Платформ И Там Я Подошел Кто-то Продвигал Мимо Можно Фотографирую Пожалуйста А у меня Еще На груди Было К истине Наш Сайт Еще Рас Фотографировали Но Я тогда Приготовился Стоял Тоже Хорошо Постояли Сколько Там Часа Полтора Два У нас Тоже Там Фотографировали Все раздали Какие-то Женщины Бегали Фотографировали Брату Сказали Что это Те Которых Я обличал За то Что они Пришли На такое Мероприятие В том Году В штанах В штанах Нужно было В юбках Но я Всегда Кого-нибудь Предупреждаю Они Мне говорят Как раз В процессе Это вся Шла И они Ко мне Мы С вами Мы За вас Такие Мне Наклонились Жалко Что я Этого Не знал Я бы В юбках Он говорит Да где там В юбках А я И не понял Вижу Мне кто-то Фотографирует Сотографирует Я думаю Меня Володя Постоянно снимает Я ничего не боюсь А тут Какие-то фотографии Они еще говорят В процессе Отойдет А впереди Казаки идут Мы начали Фотографировать Говорит Нас казак Как отмахнул Я не стал Казакам Давать визитки Простите меня Вот братья За молодушья Мое Я вижу Они такие Состроенточенные Думаю Сейчас ему Визитку протяни Он тебе на гайке Шлепнет Потом будет говорить Что ну простите Ну покаяться даже Ну простите Я-то при исполнении Что ты мне тут суешь Может быть Бомбу пластик Какой-нибудь Ну у меня Ну ладно Воюйте там Да архиерея вели Я так немножко Вышел Я с камеры И меня там Семеновисты Или кто-то Прям Пошел Ну да Семеновисты Они ребята Реяные Он прям идет Поведи Он не боится Даже Несколько Ворот Прям вот так Разгребает Ну правильно Конечно Надо же Лады Здорово Да Да что тут правильно Да уж Ну вот так Затопчет Кого? Семинариста? Лады Лады Разорвут Резвиван Молодец Сергий Ты у нас Милостивный Вот Игнатий Тихонович Евангелие Вот Свет Великий Означает Евангелие Перевел На дальнейшее И показал Что такое Евангелие Для человека Как нужно Беседовать О чем Нужно Людьми Говорить Опять же Везде Нужно Какое-то Время Или Состояние Слушателей Состояние Самого Проповедущего Должно быть Чтобы Дойти До таких Слов Это Крайние Слова Которые Человек Слышал Он уже Никак Не Сможет На суде Божьем Сказать Что он Не слышал Всего Но опять же Он может Сказать Там же То Что-то Тебя Смущает До конца Сказать То Какие-то Тут Идут Разговоры То еще Кто-то Сказать Просто Так Встать И Говорить Отрешенно Ничего Не Слышать Ты Только Свою Программу Говариваешь Это Практически Невозможно Когда Ты В Толпе Находишься Ну Вот У меня Какая Мысль Игнает Тихонович Говорил Что Я Точно Когда Еще Был Неверующий Точно Знал Что Если Я умру Я пойду В ад Вот Это Мама Или Кто-то Как-то Внушили И Для Него Весть О То Что В ад Теперь Не Надо Вместо Тебя Умер Другой Это Действительно Благая Добрая Радостная Весть Да Для Него А Для Массы Людей Которые Пришли На Крещение Ему Умер Тебе Радостная Весть Ты Оказывается В ад Не Пойдешь А Вместо Тебя Христос Убил А С чего Я в ад Пойду Я Человек Убедить Что Тебе Нужно Именно Это Выслушать Как Можешь Знаешь А что Ты Меня Смертью Пугаешь Когда Говоришь Возмездие За грех Смерть Римлян 6.23 Я про Это Сейчас Вам Извини Про Это И Сказал Что Мешает Сам Слушатель Которому Ты Обращаешься Еще То Нужен Слушатель Твой Разговор Должен К этому Подойти Слушатель Должен Быть И Атмосфера Еще Вокруг Должна Соответствующая Быть Что Часто На улице Этого Не Добиваешься То Там Охранники Какие Лезут То Люди Толпой Сбивают То Это Знаешь Отдельно Как-то С людьми Побеседовать Они Другие Вопросы Задают Ну То 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 Так Прям Проповедовать Вот Прям Вот Прям Проповедовать Как Игнатив Сейчас Сказал Проповедить Можно Только Я считаю Сереж Если Прям Взять Вот Этот Комментарий Выписать Его Подготовить Ну Чуть Доработав Немножко И Прям Прочитать Просто Прям Прочитать Когда Будет Что-то там Думать О чем-то Приурочить Его К Крещению Немного И О грехам Конечно Которые люди Пришли Смывать И Сказать Как На самом Деле Смываются Грехи Вот Они Как Смываются Покаянием Пред Иисусом Христом Своим Личным Спасителем Я Говорил Там Тоже В Полпе Немного Про Это Тоже Говорил Что Я Говорю Как Вы тут Не смоете Надо В церкви Предстать Чтоб Был Священник Чтоб Ваш Спаситель Был В сердце Иисус Христос Я Постоянно Об этом Говорю Я Туда Приходил И Опять Об этом Об этом Говорил Не так Полно Разворачивал Потому Что Не давали Во-первых Кричат Там Там Тут Толкают Подходят Под руки Тебя А что Дайте А мне Книжицу А мне Нужно Говорить Сразу Следить И давать Это Надо Помощников Хотя Несколько Иметь Чтобы Я Только Говорил Туда Стоял И Все Тут Еще Раздавать Надо Все И Визитку Надо Дать И Сказать О своем Сайте И Просто Ну Вот Пожалуйста Как Эту Книгу Напечатать А что За Книжица Что Тут Какая Тебя Противная Даже Какая Книжица Я С Большой Тяжелой Корочкой Ну И Печатай Такие Попробую Эту Напечатать Сначала Потом Узнаешь Что Это Не Просто Корочка Корочка Не Она Не Отрывается Почему Потому Что Тут Специальная Прошивка А Здесь Спец Клей И Она Прям Приклеена Так Надежно Что Она Не Разваливается Она Прям Как будто Настоящая Корочка Вот Раз О Она Какая Понятно И Ты А Вот Почему Ты Познакомься До конца С людьми Приедь Сюда Так Скажем Потрудись Вместе А потом Уже Начинай Выводы Делать А то Молодец Главное Священники Еще Хоть бы Ладно Какие-то Там Миряне Говорили А то Священники Вообще Никогда Нигде Не ходят Ни одного Не увидишь Где По городу Мы видели Священники Ходят Вот К Иордане Пришли Постояли Тихо Стайкой Золоченой Своей И так же Тихенько Ушли Ни ответа Ни привета Единственное Только Там Дьякон Что-то Проорал Там Че он там Проорал Концовка Непонятно Господи Помилуй Единственное Что Понятно Больше Ничего Непонятного Чего Он там По этому Мегафон Он еще Хрипит Шипит Надо ему Сказать Что Не шипело Не хрипело Ничего Как-то Надо Там Сделать Вид Что Все Сломалось Замкнуло Не мешало И прямо Непонятного Непонятного У кого-то радио есть, кто-то не слушает, допустим, 500 человек слушает. И вот это надо настроиться тоже, чтобы по этому микрофону говорить, к людям обращаться. И вот нужно же не просто обращаться, чтобы это от души же было, чтобы люди тебя услышали и слушали тебя, и поняли, вот это сложно. То есть кажется, а я сейчас прочитаю и так, да и все. Ничего подобного, тут голос не то, что повысить, понизить, а нужно, как будто ты обращаешься прямо к людям, прямо перед тобой они сидят. Вот сложно. Меня всегда это удивляло. Я думаю, да, вот слова-то мне все понятны, много я понимаю, ну почти все понимаю. Местописания эти я знаю наизусть. Но вот так вот обратиться, и вот в нужное время у него как бы раз, вот что-то у Игнатильнача, и он какое-то скажет такое место житейское, что-то, какую-то историю расскажет. Такую у него уже как бы они и заучены, потому что он их постоянно повторяет. Но вот в нужное именно время сказать это, и видно, что у него не заучено идет ни по бумажке. Мне вот все время Путин тоже удивляет, он так хлопочет, да? Заметили, как он выступает? Кажется, по бумажке, но в то же время видно, что он прям заражен на него. Я смотрю на его глаза, я вот верю, что ему это нравится. Вот таким надо быть. Да вообще он умеет говорить и выступать. Вот так вот и надо уметь и говорить. Должно быть желание, любовь к тем, кому ты обращаешься. Почти не обращаюсь. Почему его люди и любят? Брат, можно я произведу? Да, да. Фильм, кто смотрел Иеремия, и когда он перед играми выступал, там просто как щелчок, Господь включил, он сказал все, что надо от Господа, Господь ему вложил в стадию, потом раз, и стоит, замолчал. То есть все, Господь вложил, ангел отошел, все. Да, там, конечно, надо место тоже знать, я о чем не говорю. Место, храм, стоят великие люди, сам руководитель страны, стоят его заместители, родственники там и так далее, военачальники центральные. То есть все тут понятно мне. Но народ-то не готов был. И Господь говорит, тем более народ подготовленный, он Слово Божие знает, что есть Слово Божие, да, что есть Слово Божие знает. И что по Слову Божьему пророки говорили. И что там надо исполнять это Слово Божие, народ это знал. Другое дело, что не исполняли. У нас народ этого не знает. Он не знает вообще ничего, народ. Вот подойди и скажи, а вы знаете, что исполняя заповеди Божие вы делаете хорошо? Кому хорошо, что хорошо? Это вообще вопрос не к нашим людям. Что такое исполнение заповедей? Ну да, заповеди, это не прорабысь, не уби. Все, посмеялись больше ничего. Вот почему вот такому невежественному народу надо говорить от А до Я. То есть начинать уже. Согласен? Да. Согласен. Причем с самого начала, даже в любой церкви начни проповедь слушать. У них от А до Я, у всех священников, стоит паста перед ними. И начинаются с Адама и Евы до самого последующего. Как вы меня замучили? Вы видите, я тебя открою. Я тебя открою. Пошла, давай. Выдите, быстро. Закройте в комнате. В комнату иди, быстро в комнату. Иди быстро в комнату. Быстро. Я тебе говорю, пошла. Куда пошла? Какая-то. Ну-ка, звони, ты уйди. Быстро. Достало всех. Братья, а вы слышали, вот, кейлы, которые в дуку выступали насчет аборта? Тут поставь что-нибудь еще. Вы слышали это, нет? Нет, не слышал. Вот я тоже, ну, я слышала маленько по радио. Я же радио только. И думаю, вот, патриарх в такой, в такой думе, в думе. Вот палки положительные. И ничего вот он не сказал ни о Христе, ни о... Он сказал, что там он говорил об абортах, что аборты запретить нужно делать. И в то же время, значит, если кому-то там вот кто-то не хочет там родить, там, ну, как бы там... Ну, мог бы он так развить эту речь, что какой-то страх... Вот я вот, Игнатий Тихонович, когда слушаю, вот когда он, ну, прям вот какой-то страх идет под кожей какой-то, прям вот, ну, страх. А это, думаю, патриарх, да он бы такой страх бы навел бы на всю страну, ведь на всю страну это все было. И ничего толком не сказал ни о Христе, ни что это страшные грешки. А, патриарх, что ли, выступал тогда? Да, патриарх. Патриарх. Слышал я там. Там Максима, кстати, показали, Барнаульскому, сидит там же уже. В Думе? Ну. Епископ, по-моему. Епископ. Один археерей сидит, зернул такой опять. Ну, не все там, ну, что там еще патриарх у нас? Давай-ка. Епископ. И такой думает, хорошо, что я археерей, а то сейчас бы стоял на этой кафедре целый час, долгонил, говорит. А так нормально быть археереем, ничего не надо. Вообще ничего не надо. Посидел тут вместе с патриархом, они, вот они как шерочка с машерочкой. Вот эти все археереи, патриарки, эти священники, друг за дружкой ходят толпой. Пришло человек, ну, я не знаю, сколько. Ну, человек пятьдесят, наверное, священников было вот на этом. Вот в этом, да. Рядами идут, 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 идут. Посмотришь только. Что вы все вместе хороводитесь-то такой толпой? Ну, побои, как апостолы, разойдитесь в разные районы города. Ну, поговорите с людьми на перекрестках хоть постойте. Немного. Хотя бы поудивляйтесь, вот так за голову возьмитесь, покачайте головами. Что это вот это вот вокруг вас ходит-то? Нет вот этой толпой вокруг архиерея. Собрались, вот как кутеша-то. Как будто архиерей там в семь-пяти во лбах, идет вот такая сама премудрость, и он все знает. А архиерей сам-то выступает по телевизору. Чего говорить-то? Да ничего. Ну, знаете, там осильно от блюхов они не очистятся. Архиерейшка, ты кому это рассказываешь-то? Ты иди перед сатаной это рассказывай в аду. Вот таким голосом ты там ничего не будешь говорить, будешь вопиять. И никто тебя уже не услышит. Почему сейчас-то никто не говорит? А то все, надо вот кротко там спиреный, через губы не переплюнуть. Вот ты сейчас, архиерей, вот по телевизору я услышал выступление. Это слова истинные, здравого смысла. Их надо кричать каждому в ухо. Чего ты тут перед камерой встал? И главное, туда приходит, там молчит. Ничего не говорит никому. Я теперь Игорь Дыбунов, чтец простой. Должен ходить и всем доказывать. А мне батюшка, батюшка. Я говорю, да не батюшка я. А кто вы? Я говорю, я чтец просто. А, ну тогда что с тобой разговаривать? Вот и все. Ну отвечать-то как-то надо. Что же я буду на батюшку откликаться, что ли? Мне это надо, брать великие на себя погоны. Когда я простой человек. А это довели попы. Никого не слушать, только нас. Мы узнаем всю правду. И написано, на Моисеевом седалище. Взгромоздились туда книжники, фарисеи. И сами, говорит, не вошли. И хотящих войти туда не пустили. Все, потеряли все ключи. Замки все у нас. Все висят, амбарные. Вот такие еще уцепились. Стражи понаставили, чтобы никто туда не вошел. В Царство Небесное. И на полном серьезе думают, что никто туда не войдет. Он как раз, брат, прочитал крещеного, не крещеного папа Лескова. Как раз мы об этом разговаривали. Некрещеный, а делал больше, чем все там крещеные. И самое главное, у него дядя был, который, у этого, папа, который его познакомил с Библией. И который вел занятия по изучению Библии. И он его не гнал. Он был в его пастве, как раз, в этого, некрещеного папа. Он оказался мальчонкой, некрещеной. Его довезли до церкви, а покрестить не покрестили. Потому что не смогли проехать. Ну и там начали вспоминать, и потом архиерей, как вышел из этого положения. А в тот момент, когда вот это желание-то было, и вы там сидели и произносили слова эти, крещается раб Божий. Снег-то был или нет? Да, там пурга такая была. Ну, снежинки там на него попали. Да, конечно, попали. Ну вот и все, и крестился, значит. Как Моисеев в облаке. Яко Моисеев в облаке. Все. Вот такие выводы сделали. А нет, чтобы сказать, что, ну было, хороший такой поп, я его знаю, отличный. Ну-ка, останься-ка. Где тут купель у нас? Раздевайте. Вы крещает свое имя отца и сына, и все это говорит, аминь, аминь, аминь. Все, крещеный, выходи, иди дальше служить. Так там разумнее. И все. Я брату говорю, разумнее оказались и казаки обыкновенные, которые любили этого попава. Даже, говорит, архиевер, скажем, пускай он его покрестит, лишь бы у нас на приходе остался. Понимаешь? Вот так вот. Ну, а он такой оказался скромный и все. Вот тебе некрещеный поп. В каком томе? Такой. Это сколок. Просто некрещеный поп. Двенадцатый, двенадцатый том. Двенадцатый? Разумеется, да. Зеленый такой. Ну, у меня есть. Двенадцатый том, это вот мне. А вы читайте все подряд там. Игорь как раз мне дал. Ой, Игорь, сейчас столько много читать. Долженки не работают. Ну, ясно. Хоть бы сейчас Евангелие будет освоить. Ничего себе. Евангелие освоить, это же. Ну, и вот брат у нас сейчас, Сергий, прочитает дальше еще. Нет, это прочитать. С этого времени Иисус. А, семнадцатая глава. Ой, семнадцатый стих четвертой главы. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Вот что нужно говорить было. Ну, потом разъяснять, конечно. Блаженный капелак толкования. Иисус начал проповедовать. Со времени заключения Иоанна в темницу. Потому что ждал, чтобы сперва Иоанн засвидетельствовал о нем. И приготовил для него путь, которым ему надлежало идти. Подобно как рабы, приготовляют путь своим повелителям. Будучи равен Отцу, Господь имел в Иоанне своего пророка, так же, как Отец его и Бог имел пророков до Иоанна. Впрочем, и сии были пророками, как Отца, так и Сына. То есть, ветхозаитные пророки. Царство Небесное есть и Христос, и добродетельная жизнь. Ибо когда кто живет на земле, как ангел, не небесный ли он? Итак, в каждом из нас есть Царство Небесное, если живем по Евангелию. И теперь комментарии Игнатья Игнатьевича Лапкина. Искупленное чадо Христа всем сердцем, поверившее в то, что Иисус умер именно за Него, принесшее покаяние за все прошлое и принявшее крещение для оставления грехов, омывшиеся от скверны в святой купели из мертвых, ставшие живым, не может не проповедовать, будь это даже совершенно неграмотная, больная, столетняя старушка. Деяние 22.16 Так, что ты медлишь, встань, крестись, я омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Одно из самых страшных наказаний для возрожденной души, никому не рассказывать о Искупителе Иисусе Христе. Деяние 5.28 Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени всем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека. Петр же и апостолы в ответ сказали, Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. Мы во всем должны подражать нашему Господу Христу, смотреть на Него через Слово Его, чтобы уподобиться Ему во всем. Евреям 12.2 Наш Господь сразу после крещения, как говорит Матфей, начал проповедовать. Мы дети Его, и если мы искуплены им, то не должны никого на земле слушать так, как нашего Спасителя. Если нас не учат в Храме Евангелию, то мы обязаны изучать его самостоятельно по толкованию святых отцов. Нужно собираться вместе с единоверцами, читать Слово Божие с толкованием блаженного перфилакта, и жизнь наша будет стремиться идти по евангельскому пути. Аминь. 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 Евангелие от Матфея, 4 глава, 18-19 стихи. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море. Ибо они были рыболовы, и говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Толкование. Симон, Петр и Андрей были ученики Иоанна, и еще при жизни Иоанна видели Христа и слышали о нем от Иоанна. Вот агнец Божий. Но когда увидели, что Иоанна связали, они опять возвратились к рыбацкой жизни. Там Иисус, идя около моря, уловил их. 20 стих. И они, сночас оставив сети, последовали за ним. Толкование. Они прежде при жизни Иоанна слушали Христа, но оставили его, а теперь, увидев его, тотчас опять последовали за ним. Ну и теперь, как мы последовали за Христом? Мы же тоже последовали за Христом. Как вот у нас это вышло? Похоже, как на Кост-Альбов? Да. Но я могу о себе немножко засвидетельствовать. Давай, засвидетельствовать. Я сам с Урала, уже неоднократно говорил, с Сырововской области. Ничего говорить. Вот. И в 2005 году я уверовал, и два года я жил, жил уже, ну как, проповедовал там у себя на Урале, среди своих родных, близких, которые знакомы, ну и другим людям, которые даже не ведущие были. Вот. Ну а потом Господь положил на сердце вот приехать в Алтайский край, город Барнаул. То есть, деревню потеряем, вот так же вот здесь, в Крестово-Звиженском общине, у города Барнаула. Господь именно показал, чтобы следовать за ним, именно вот, именно сюда, в этот вот, 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 мы как вот видим, как сначала, сначала ученики были учениками Иоанна, потом, то есть пророка самого Господа, потом они услышали уже, ну о том, что Иисус Христос выше их учителя Иоанна. Они начали задумываться, смотреть, слушать, даже к Нему пошли некоторые, потом начали друг к дружку приводить, убеждать, что это сам Мессия. И потом, когда они хорошо Христа узнали, и Господь проходил уже с проповедью по вот этим землям, где они жили, и призвал их, тогда они пошли. То есть, вот тот момент, когда ты до конца принял и понял, что нужно идти до конца, сколько ты прошло времени с этого времени? Ну, я считаю... Когда ты принял решение ехать уже и стать искренно верующим до конца, то есть, креститься троекратным погружением и так далее. Ну, я тебе скажу, что начального пути, которое, как говорят, рождение свыше произошло, я не говорю о рождении от воды и духа, именно первая часть, как говорится, когда Господь призвал, у меня случилось весне, где-то в мае месяце, осознанно встать на колени, я уже осознанно встал на колени, я уже встал в августе месяце, через несколько месяцев, когда я уже Слово Божие изучал, ходил на занятия братьям, вместе уже выходил с ними на благовестие, но я просто прислушивался, и я ничего не говорил, то есть, меня еще не было тогда никаких. И только вот тогда я осознанно встал, и понял, что надо идти за Христом, уже несмотря ни на что. Там уже бороду не стал касаться, как-то лучше об этом говорить, даже нечего. Своим родным уже свидетельствовать начал, ну, там, я могу сказать, с первых дней уже начал. А в каком году ты приехал? В 2007. В 2007? Да. Два года я там в оглашенный ходил, сюда приехал, принял крещение, мне предложили здесь остаться. Ну, я и сам этого жил, я даже обрадовался, потому что там мне предложили остаться. Я поехал к родственникам, там, попрощался с ними, хотя можно было бы этого, конечно, делать, но посоветовался. Сказали, получился сеньзи. Я сделал свои вещи, если ехал сюда. Это, можно ли, что-нибудь сказать? Что-нибудь? А по делу нет никак. Ну, вот. А вот кассету я слушаю, там, наверное, это с твоих мест, как там один тоже проповедник, видать, молодой парень, и священники там все собрались. Да, это брат Андрей Смирняков, из которого я уверен как раз. Такая интересная. Ему сорок с чем-то лет, уже по 50 нам уже пошло. И вот они, а он ходит так же проповедует, и они, значит, а ты на мою территорию зачем пришел? Вот такой спор там идет интересный, вообще. Да, он им Евангелие говорит, так, как Господь сказал, идите, благовествуйте, что на это не надо, говорит, благословение. Он говорит, вот ты должен сперва прийти, спросить благословение, а потом уже идти куда-то в массы народа и говорить. Если точнее говорить, то там им просто позор будет. Потому что надо же тогда конкретно, а кто вот на той территории, в вашей пастре, не все же там, зашел на эту землю, ступил, и вдруг, ша, тихо, везде лозунги висят, наш пастрь, отец Андрей. И везде люди идут. Ты кто такой? Мы тебя не видели в пастре отца Андрея. А ты такой идешь, везде столбы, зеркала какие-то везде, все позолоченное. Это что такое? Да это же, это же застолбленный отец Андреем резервация. Тут только живут люди пастры отца Андрея. Где такое? Кто видел-то? Ну зашел ты там в этот, говорится, в замызленный эту деревушку, в хуторочек. Ну бабка одна к нему ходит со всего села этого. Больше никого. Вот я был в Тогуле. Там сколько? Ну 8 тысяч человек народу. Но от силы 6 бабок собралось. Из них троих я собрал. И меня же потом выгнали по дороге. Эти же бабки. Потому что священник сказал, он плохой. И вот они там еще спорят, что они говорят, что он-то им доказывает, что не убей, возьми меч. А они значит... Вложи меч в ножны. Да. И это... А он... Они ему доказывают, что... Почему нельзя присягу принимать? Он говорит, нельзя присягу принимать, нельзя оружие брать в руки, даже если на варню тебя призывают. А они значит ему доказывают. А вот ослябы и там... Кто второй? Перезиды. Они значит были на войне, и они значит там это... Ну и там еще он доказывает. А потом он это... И говорит, они же брали оружие и все. Как это? Тут написано, вот возьми меч иди. А он им прям так кричит. Да это духовный же меч, сказал Господь, духовный меч возьмите. Они вот... Вот я слушаю их, они мне кажется ничего вообще не понимают. Он им толкует, кричит на них все, они ничего не понимают. Вот одно... Ты зачем на нашу территорию? Ты, значит, ты сектант, ты сектантский, у тебя взгляды, и круто просто. Мне так интересно. И вот сколько раз уже эту кассету, эту диску включаю, мне так интересно. Думаю, это наверное стоит. А я помню, вы задавали мне вопросы, когда я приезжал где-то, там, когда в Красноярске был, в Тогуле, приезжал, начал вам рассказывать, а вы мне все время вопросы эти задавали. Да это, это вот ты, наверное, неправильно что-то там им сказал, там, что-то надо было помягче что-нибудь сказать, и так далее. Вы когда послушаете, вот как Андрей разговаривает, то я вообще, можно сказать, золушка, дюймовочка по сравнению с ним. Чтобы я так со священниками разговаривал, я только так с батюшкой мог к нашим разговаривать. И то никто не слышит. Им доказывают, они бесполезны. И то никто никогда не слышал. Это только одна жена затыкала уши ватой, убегала, потому что не могла, вот так подушками. И говорит, я, говорит, не буду за тебя, говорит, отвечать, слушать, как ты, говорит, тут с батюшкой разговариваешь. Вот мы с батюшкой, да, с нашим. Он позволяет это. А чтобы я чужого батюшку и хвосты в гриву там песочил, да вот эти все вопросы задавал. Да первым делом надо вопрос задать, почему они не учат, что Христос личный спаситель каждого человека. А тут убил, не убил, там, это дело такое. А вот об этом даже речи не было. Даже речи. Так вот об этом. Дело в том, что они его вызвали, это не он их вызвал. Они его вызвали уже, как на суд, можно сказать. Начали его судить уже, все. И подвели черту, он не православный. Да. Если еще даже будешь продолжать проповедовать Евангелие, мы, говорит, поедем в Харихиерею, и пускай он с тобой что-нибудь решает там. То есть даже... Да, понятно. Они его вызвали, ну и что, что они вызвали? Они вызвали, а ему не надо было ходить. Вот и все. Надо было по-другому делать это все сделать. И тогда бы он был на коне. А так ему приходилось, правильно, несколько горл сидит, ему попробуй перекричи всех. И эти вопросы-то зачем поднимать? Когда люди Христа не знают. Мы же об этом договорились, что везде будем говорить о Христе, о том, что нету Слова Божьего у людей. И опять впадаем вот в эти вот крайности там, ну то не убивает, то там не прелюбодействует. Это все потом придет. А человек, представьте, он из блуда не вылазит. У него сегодня очередных три любовницы и ты ему такой, ты это, зашейся, с 8 раз вокруг ноги и в сапоги. Смотри нам тут. Он, да вы что, ребята, обнаглели здесь что ли? Вы что, ходите, вы ересь разносите, всякую. Ну а как ты ходил, так оно и должно быть. Прямо по Евангелию надо говорить, прелюбодеясь. Да нет, ну не о прелюбодеянии же надо начать говорить-то, что Евангелие есть вообще. Для него Евангелие, какое Евангелие? Ты, кем ты меня пугаешь? Ты знаешь, Мишку Косова, а детьку Хромова? Тебе знаешь, какие мордовороты? А ты? А Евангелие? А я не знаю твоего Евангелия. И все. А Боге Творце, а Сыне Его Евангелие? Вот пока ты это наговоришь, у тебя до прелюбодеяния язык не дойдет. И он уже по-другому будет совсем говорить с тобой. Ну это как беседа пойдет. Ну это как же, как о том мужичке, который подвезти попросил, пошел попроповедовать и решил на деревне там ближайшей, а ну-ка попрошусь к мужичку, чтобы на подводе подвез. Мужичок, довезешь? Да, довезу. Едет через лет, думает, хорошо, ехать так, тенек, все. А ну-ка, я благословлю мужичка, Словом Божьим. Ну да, думает, ну с чего начать? Мужик, ты вот смерти боишься или нет? Мужик его кнутающим как дал. И на лошади быстрее вперед он встал. Эх, за слово Божие пострадавший. Ладно, пойду пешком. Не с того начал. Не с того начал, да. Конечно, нужно человека до уровня духовного довести, но его сразу сбить с этого, ну невозможно просто. И вот, он не поймет тебя, а если поймет, то он всем пяне волну. Ну время уже, брат показывает. Так, остановились мы на 4 главе, с 17 стихом закончили. То есть 18 стих следующий, да? Да. Сегодня, видите, пятница. Нет, 18-19. 17-й? Да, 4-20. А тут следующий 18-й, 19-й стихи. 20-й, он прочитал. А, стоп, 20-й стих. 21-го, 21-го. 21-го. И они, оставившись этим, последовали за Христом. то есть, начинаем все с того же последований. Так, у нас приснопение духовное, давай. Духовное приснопение решили. А я поселение принесла. Ну, здесь очень раз, потому что у меня не пробудется. Сейчас мы найдем. Ну, я грешник бедный. это ближе Господь к тебе. Поехал? Ближе Господь к тебе, ближе к тебе, хотя к кресту пришлось подняться мне. Поехал. 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 Одно лишь мне, ближе Господь к тебе, ближе Господь к тебе, ближе к тебе. И, пробудясь от сна, песен вас пою, Твоей хвалой, Христос, плачь за меню. Вечная радость мне, ближе Господь к тебе, ближе Господь к тебе, ближе к тебе. Аллилуйя. Господи, благодарим Тебя, и что в сей день позволил нам пригласиться Слово Твоему, за то, что собрал нас под крышей этого дома. Благослови хозяев этого дома, сохрани его, Господи. И пошли на нашем пути людей, жаждущих слышать Слово Твое, проведи в этот дом, чтобы они, как и мы, познали истину. Господи, утиши войну на Украине, благослови всех людей, от которых зависит дальнейшая жизнь этого народа. Господи, умудри их, останови эту кровавую боль. Господи, Господи, а нас распусти с миром, и дары нам еще встретиться здесь, восхвалить Святое Имя Твое, Отца, Сына и Святого Духа, в ныне и всегда и в веки, в вечном. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос.